5 мая в Некрасовском районном краеведческом музее состоялась презентация шестого выпуска литературно-художественного альманаха «Живая нить». В год юбилея Победы творческое объединение откровением приложило максимум усилий, чтобы сборник, полностью посвященный военной теме, вышел в свет к 9 мая. Все получилось, и в числе первых читателей новой книги были наши корреспонденты. В новый альманах вошли биографические очерки, воспоминания и художественные произведения, посвященные памяти наших земляков, сражавшихся за Родину, и памяти всех, кто пережил военное лихолетие. Крикнула вы на границе пугливо, чуткий дозор замирает на миг. Ночью ходила, людей поделила на павших, пропавших, живых. В сборнике представлены не только художественные произведения, но и публицистические материалы о наших земляках, героях фронта и тружениках тыла. История – это не то, что написано в больших книгах в сражении. Вот это истинная история, истинная, правдивая история, которая была. Ведь у нас много же придумывали, много идет подтасовки истории. И только история, рассказанная очевидцами, а также людьми, которые встречались с ветеранами, то есть живая история, вот я ее называю, живая история или она подлинная история. Только вот в таких произведениях можно, наверное, получить тот заряд правдивости, что было на той великой, тяжелой, страшной войне. Вместе со взрослыми авторами своими мыслями и историями из семейной памяти о Великой войне им делятся дети с легкой руки педагога Надежды Борисовой. Мой прадед с первых дней войны оружие в руки взял, так малосольский паренек отчизну защищал. На фронте первым шел он в бой, стрелком отважным был. И в Курской битве огневой мой прадед ранен был. Но только раны подлечил и вновь он в боевом строю. И снова пулемет строчит за родину свою. С победой он пришел домой, чтоб в мире всем нам жить. Горжусь, прадедушка, тобой, солдат, защитник и герой. Я на тебя хочу похожим быть. В сборнике есть уникальные рассказы о фронтовых биографиях и военном детстве. А также художественные произведения о дне сегодняшнем, который незримыми, но крепчайшими нитями, связан с нашим прошлым. Семь глав, более 20 авторов публицистических и литературных текстов. Кропотливая работа художников, дизайнеров, редактора издания Натальи Николаевны Родионовой. Тот пепел войны, это заповедь слова, Ее нам завещано памятью чтить. За девочку ту, за мальчишку седого. Положим поклоном победную. Приобрести шестой победный выпуск «Живой нити» можно в районном краеведческом музее. Эта небольшая книга станет настоящим сокровищем в библиотеке каждой некрасовской семьи. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok